Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Мы с тобой одной крови, ты и я, именем Перуна. Приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Да, террорист самых топ-блогеров по продвижению пролетарских идей. Он будет весьма спорный для многих. Непонятный и так далее. Потому что, по сути, тут топ-блогеров-то вообще не должно быть. Ведь, если ты двигаешь пролетарские идеи, значит, ты за это должен положить свою жизнь и душу. Некоторые из них, возможно, покажутся вам идеалистами даже. Или что-то в этом духе. Но да ладно, не будем томить, не будем греха таить. Начнем с первого. У нас по счету это... Я взял пламена Паскова. Поставлю его вот так, где-то на рейтинг C или D. Где-то вот здесь он пусть стоит, посерединке. Да, он у нас есть по подрыву пролетарское движение. Но вот, что не отметить, пламен Пасков все-таки как-никак и про саботаж упомянул. И про различные методы классовой борьбы, как они проводятся. Поэтому я его и запихнул на СИДИ. Незримо, конечно, можно сюда позаписывать и всех софистов, таких как Спицын, Господи, прости, как говорится, Клим Жуков, Константин, даже тут Семен, Весник Бури. То есть они вот дают эту поверхностную информацию, иногда даже высшие принципы затрагивают. Но потом скатываются. То ударяются в фашизм какой-то. Вот этот сумасшедший, например, как был период ковидлы. Ну, он впереди нас снова какой-то такой же ждет, когда разделились лагеря. Лагеря колись или не колись, признавайся или не признавайся, коммунисты или нет. И вот сейчас снова, когда устроилась войнушка, снова лагерь разделился и так далее. Ладно. Это у нас пламен Пасков, который как раз-таки подверг, ну, не сомнением, а как это правильно сказать. Ну, не подверг сомнениям, а подвергает различным. Обратите внимание. О, наверное, это будет правильное слово. Обратите внимание на там Ротшильдов, Рокфеллеров. Обратите внимание на то, что Америка гораздо меньше вкладывает сил и ресурсов в это противостояние якобы Украины и России, нежели та же Англия. Вот, как он говорит тоже, что вот Зеленский это крыло Британии, там, ну, приблизительно по разведданным. Кто у нас еще? А Залюжный, Пан Залюжный это крыло было Америки. Резников был крыло Лондона, Лондон убрали Резника и так далее. Резников. То есть, такие моменты. В общем, все это можно свести к тому, что он любит показывать, что, смотрите, два субъекта бессубъектны и ими управляют как колониями из Метрополии. Далее. Мариана Рейбо. Тоже в CD. Почему? Я не слишком много ее видео видел. Может, даже ее чуть-чуть повыше можно поставить. Вот так. Но из того, что я видел, краткость изложения очень хорошая. На колонии она Ленру выступает. И как раз таки она развеяла все эти мифы историческим материализмом о том, что Ленин еврей. Просто невозможно, чтобы он был евреем, учитывая положение его предков. Дворянские титулы и так далее. Вот. Дальше тоже с Ленру я поставлю на Д.Е. Елену Прудникову. Ей большая честь и хвала за что? За то, что она в одном из своих роликов, я, к сожалению, не помню, какой из них, но раскрыла, что большевиков финансировали капиталисты. У них были свои, так сказать, капиталисты, которые стали на сторону пролетарских идей. Тот же Шмидт приводится, кстати, по-моему, это Егор Яковлев приводил. Кстати, да, здесь где-то Егор Яковлев тоже есть. Вместе здесь есть и Борис Юлин обязательно. Просто мы их не видим. Я не хочу заполнять все их картинками. Я такие, более опорные, которые на меня повлияли и оставили очень сильное впечатление. Даже Хайзена вот сюда в рейтинг F, вот сюда вместе с Девятовым, вот здесь они, вот здесь Хайзен и Девятов невидимые. Нет, Девятов чуть повыше, он на Е. Он не совсем евразиец, но он туда тяготеет, к красному проекту, но скатываются в пурпурную билиберду, так сказать. Хотя да, синий плюс красный, конечно же, пурпурный. Ну, это я так, шутя. Но ее влияние именно то, что спонсировали большевичков в капиталюге. Потому что без денег сделать искру, это, пардоньте, это невозможно. Я как-то приводил пример, что вот вложение, например, Герцена в создание полярной звезды. Это как в современном мире, это как в YouTube канал. И плюс еще, помимо YouTube канала, иметь свой официальный сайт отдельный, вкладывать, но где-то 100 тысяч баксов в месяц. Вот где-то такое сопоставление приблизительное. Дальше идем. Катасонов, поставлю его SD тоже вот так, вместе с пламенным, пасховым. Очень шарящий человек в экономике на самом-то деле. Без Б, вот без всяких этих в экономике у меня к нему претензий вообще почти что нету никаких. Он очень хорошо вскрывает то, что Китай это капиталистический дикий монстр, который там понахапывал себе различных методов управления. Но я его высоко не запихиваю, потому что у него не хватает интеллектуального мужества туда подняться. Ему не дает его христианское миропонимание. Он, кстати, очень хорошо указывает на то, что не совсем протестантская этика является главным двигателем капитализма, а все-таки католичество, католицизм. Потому что именно в католичестве пошло вот это искупление грехов. Купля-продажа греха, по сути. Искупление грехов. Это же чисто капиталистические отношения. Ты получаешь где-то вожделенный пакет с деньгами, ну каким образом, как специфического вида товара, а грабив кого-то или еще что-то сделать, и ты потом за это можешь, за этот грабеж, получить искупление грехов. То есть тебе как бы дают ноту на иди и грабь. Что-то в этом вроде получается. Крестовые походы. Иди и грабь арабское население. Условно говоря. Здесь можно еще было бы запихнуть галушку Александра Сергеевича. Да, вот галушка, давай, галушка на рейтинге D. Вот все-таки кристалл роста, несмотря на то, что это про буржуазные направленности книга, старается быть безидейной. Ну как он не попытался туда, он все равно, он говорит, ну созидательные надо идти, а созидательные это какие? Они преследуют интересы какого класса? Класса буржуазии или класса пролетариата? Ну вот это, ну если бы он это начал говорить, но его же, его кормилец, великий пук, он бы его просто зарезал прямо там. Ну видимо задачи ее не было. Кстати, галушка, я тебе таки не простил, то что ты меня забанил в телеграме. Я один практически весь твой чат там, не то что веселил, когда бежал ты по ДВЛ, я писал в этом чате, что не имеешь права умирать, хорошую книгу написал. Книга действительно хорошая, кристалл роста. Да, ее надо читать тем людям, которые уже определились со своими жизненными позициями и имеют хотя бы какую-то подкованность, потому что там есть чисто математические ошибки, есть чисто, ну как это Серега, по-моему, поправил, то что там он концессии написал, а в итоге даже по истории у нас концессий было очень мало. Там планировали 2000 с чем-то, а запечатлили, провели, по-моему, 140 этих концессий. Немного, немного их было. А в основном заключали договор, договор, контракт с тем же Альбертом Каном, Фордом и так далее. И дальше. Ну, наверное, для никого-то это будет шок, но тем не менее, тем не менее. Михаил Задорнов. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Казалось бы, что здесь делает сатирик, мракобес, как его любят называть, родофил, родоэтот. Вроде как не коммунистических идей, ну, там, за исключением последних видео, когда он начал активно поддерживать КПРФ, он там приводил, на самом-то деле, правильные, казалось бы, моменты, да? У них хотя бы программа партии есть. Ну, учитывая его положение, и то, что он направился на КПРФ, это мы с вами-то понимаем, что КПРФ это возглавляемая буржуазией партия специально. Но он, шутя, в шутейной форме говорил, ребята, о чем вы говорите? У нас не социализм, у нас капитализм, мы живем при самом плохом строе. Вы же не знаете, что такое строй? Он там молодежи объяснял. А мы жили пристроить, читать надо Ленина говорил, теоретик был великий. Ну, он был и практик великий и так далее. У него, знаете, как-то с языка слетало в форме лозунгов, в форме шутеек. Самые сильные, самые мощные, так сказать, ну, не самые мощные, а одни из самых сильных фраз, которые меня сподвигали его слушать. И я тогда понимал, я когда выходил из националистических кругов, так сказать, в которых воротился, мыслительные группы ВКонтакте, там уже очень все идейно, да, защищать славянские барыши, ну, там, кровь нашу, чистоту крови, это все очень правильно, так оно и должно быть. Любой, любого народа надо сберегать в чистоте, и, ну, ты все равно полностью все не сбережешь, потому что гибридизация народов, она неизбежна. Неизвестно только, к чему она приведет, у нас еще нету большой базы длительного наблюдения, потому что усиленная гибридизация народа ведет только по-хорошему с начала 20 века, ну, можно сказать, что с конца, ну, тогда они усиленные, но, тем не менее, даже Феодор Рузвельт отмечал этот момент, что Америка, может, белая раса в Америке исчезнуть, потому что, как Рузвельт заметил момент, это, по-моему, я приводил из либо основы экономического могущества США, из Германа Леви книжки, или из психических рас Крижвицкого, не помню точно, но там наблюдался феномен тогда в Америке, ну, тупые, да? Не-не-не, никакой не тупые. То, что у женщины белой начало больше появляться свободного времени. Они там, многие аристократки, начинали больше заниматься спортом, лошадиные бега, досуги, хождение по библиотекам, бутики, все что угодно, там, машинки, на машинках кататься. Чего только не происходило, да? Рождаемость среди белого населения начала падать, потому что досуг рос, а вместо там 10-9, как ранее, детей, вот если вы посмотрите, старые фотографии Рокфеллеров, Асторов, Дюпонов, каких-нибудь старых семей, олдмани этих Америки, вы увидите, что, боже, что ты мой, а где один мужик, его супруга, и там вокруг него минимум семеро детей. А это оно и есть, да, рожали тогда много, и рожать это круто. Было тогда, потому что можно было себя обеспечить. А сейчас, и тогда, кстати, пошел этот феномен спада, а сейчас этот спад рождаемости, он ведет к тому, что белых может действительно на планете Земля не остаться, как биологического вида. Ну, святое место пустое не бывает. Надо это как-то в природе все это в баланс приводить, либо, как я тоже уже говорил, давай, поджигай все синим пламенем, проводи цунами, и начинай все с первобытного коммунизма, либо что-нибудь, как-нибудь они справятся, преодолеют этот психический барьер, и, ну, и, 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 потому что потому смогут прорваться дальше. И вот как раз-таки Задорнов, извините, я немножко подвинул экран, оп, я обратно, Задорнов, он как раз один из тех был, кто двигал этот психологический экран, так сказать. Вот, и следующий, кто из них тоже двигал, из этих ребят, которого я поставлю на уровень B и A. Вот, давай сюда, поближе к Задорному. Вот так, вот. Это Сергей Данилов. Вы, наверное, даже не знаете, кто это, да? Большинство из вас. Но когда на территории Украины особо активно стала изучаться Конституция, громады, там Андрей Ивашко был, он тогда еще был молодой, стильный, задорный, молодежный, старался там что-то хорошее сделать, а сейчас он стал просто инфо-цыганом, ну, да ладно, его, его дело еще, его труд, можно, да, Андрея Ивашко поставьте вот здесь в рейтинг E, вот здесь он там про громады что-то хотел зарассказывать, невидимый, незримый остался Ивашко. Так вот, Сергей Данилов, он в такой очень хорошей творческо-русской манере, русской, да, подавал вот эту информацию о копе, с копом, с совестью, вот это совместной вестью, советы формируются, то есть копное право рассказывал, что копное право, ну, на самом-то деле, оно есть и советское, он не давал прямой на это акцент, но как бы двигал в этом направлении, хотя и порой скатывался в ряженную, так сказать, ряженым казаком как будто становился из-за этого, ну, такой, ну, что ты балаболишь, ну, скажи ты прямо, что ты там за нос людей водишь, ну, вот, надо было так, надо было сяк, вот эта вот недосказанность у Сергея Данилова, она меня мучила очень долгое время, я поэтому потом и полез на Аврору искать, какие-то ответы, там, у того же Хайзина, девятого, Спицына, там, многих из представителей Авроры и не мог найти, и Красное Радио слушал, короче, никто не давал ответы, и Сергей Данилов, кстати, тоже их не дал, но, кстати, и Данилов, и Задорнов, они вот так, в сторону славянства, то, что копа до нас, это одно, и именно Данилов Сергей оборонил, что вот к этому древнему ведичеству, древней ведической Руси, можно прийти только через социализм, такой, который был у Сталина, все, шахи мат, понимаете, шахи мат, хлопчики и девчатка, не это самое, не обижайтесь, но это действительно так, и все вот эти ведуны, ведисты, многоуважаемые дебилы, которым далеко за 50 лет, кстати, на копе, действительно, нельзя было даже тем, кому 30 лет не исполнилось, держать слово, но у нас такая ситуация, что у нас нету копников, нету советчиков, где их взять, все, кто старше 30 лет, пока что, как я заметил, они не прошли психической выдержки, они все поломались, он там говорил, так интересно, Сергей Довинилов, что на самом верху, ну, то есть, там идет принцип естественного отбора, да, вот жречество, вот как Сталин был своего рода неким моноархом, последним жрецом на Руси, ну, это действительно так, как ни крути, но на образный манер, это правда, последний жрец Руси, после него все валили, можно натянуть, условно говоря, еще туда Струмилина, но Струмилин, несмотря на свои связи, несмотря на свои маневры, носи хитрость, он ничего не смог с этим сделать, ну, а как ты с этим сделаешь, когда вокруг тебя разливание на море дебилов, которые просто цитаты, как сопли на кулак наматывают, и движутся уже в сторону рыночка, предавая все на своем пути, и мало того, они точно, не то, что точно, многие из них знали, что Сталина убили, что Берию убили специально, чтобы власть забрали, но они за эту власть не захотели бороться, ими так было хорошо, дедушка Сталин и предведущее поколение построило им все, что угодно, и начала прорастаться жадность, greedy culture, инфантильность, чиновничество, чванчество, потому что, ну, ночь сварога, я уже говорил, так случилось, в ночи сварога сложно держать себя в руках, я не знаю, когда я с ума окончательно сойду, но чувствую, что этот момент тоже недалеко, психически это выдержать, все, что вокруг нас происходит, очень сложно, ну да ладно, и поставим вот здесь, на рейтинг A, немножко подкраснив С, Вадима Прохорова, прежде чем скажу, в рейтинге С нету никого, в рейтинге С будет только тот, кто сможет СССР восстановить, та группа людей, либо тот человек, тот Монуарх, тот новый Ленин, новый удвоенный Ленин, новый утроенный Сталин, да, потому что удвоенная жесткость и жестокость Ленина нужна, я вот здесь с Вадимом Анатольевичем Прохоровым согласен, он как-то обронил фразу, что новый человек, у которого родит общественное бытие, и массы его сами найдут, он должен быть гораздо жестче Ленина, более жестоким должен быть, потому что современно, то, что в современности творится, ну такой колоссальный упадок нравственности, вот казалось бы мы с вами слышали, ну кто-то из вас даже читал Бер Вифлеровского о положении рабочего класса в России, там ужасы описаны, как там просто концлагеря, так у нас сейчас точно такие же концлагеря, только помноженные на трое, по уровню деградации, безнравственности, дизморали и прочее. Вот Вадим Анатольевич Прохоров, он получает полностью рейтинг A и рейтинг S, потому что он на, скажем так, на большинство тех вопросов, которые у меня возникли, он дал максимально приближенные ответы, он, зараза, спровоцировал, он не давал на все разжеванные ответы, потому что, если бы он все разжевал, ну я бы уже не парился, ну, значит, где-то сейчас появятся большевики, которые нас всех придут и спасут. Проходит год, проходит два, никто не появляется, ты думаешь, что за херня-то? Алло, 10 тысяч комрадов скачала таблицей Вадима Прохорова, скачала список книг Вадима Прохорова, я давай шариться по всем телеграм-каналам, пытаясь найти Вадима Прохорова, его нигде нет, никто не обсуждает, его только, кто кого я нахожу, ой, ты не поймешь Вадима Прохорова, тебе далеко до него, а я говорю, подожди, так он же про ведичество рассказывает, ой, это ведичество, это фигня тупая, я такой, так значит, ты тоже Вадима Прохорова не этот марксист, там что-то такое, ну я говорю, ну кем ты работаешь, расскажи, кем ты там, где ты там уже решил свою жизнь просрать, ну это разбитые люди, и они там начинают вот эти всякие моменты, вот ты не поймешь, либо тоже там Прохора внесет вот здесь ахинею, здесь чушь собачья у него, вы знаете, у меня вообще критических замечаний к нему нету, даже к вопросу диалектической логики, вроде ее как бы нет, я вот начал там сейчас копошиться в этой диалектической логике, то есть это логика, вложенная в диалектику, либо диалектика, вложенная в логику, ой, как это все запутано с одной стороны, а такое, а что это вы туда копаете, зачем оно вам понадобилось, Авальд Ильинков, Розентальмарк, что там такое, ну в общем, этот момент надо разобрать конкретно, поставить в нем окончательно точку, что такое диалектическая логика, как она объясняется советской большой энциклопедии, мне не все нравится, что написано в первом большом издании советской энциклопедии, мне там процентов 20 не нравится, как они описывают, про те же артели, то есть неполное описание, не четкое, не верное до конца, но в большинство случаев гуд, про вторые издания, там я уже, я как начинаю, там переглядывал, я переглядывал, мне становится так, что-то меня уже короебит, что-то тут не то, что-то тут неправильно, правильно, тем не менее, там еще видно и почерк Лысенко, Лысенко, да, еще видны остатки, то есть 50-60-е годы, видна борьба, сражаются еще, те, кто остались верны Сталину, которые не могут открыто об этом даже заявить, они бьются, и в энциклопедиях это видно, да и в песне пения 74-го года и вновь продолжает с собой и сердцу тревожно в груди, такой молодой июнь и октябрь впереди, песня 74-го года поет нам о том, что впереди октябрь, впереди снова нужна революция, вы представляете, оно как-то так вот, этот парадокс, кто-то шарил, кто-то шарил в 70-е годы, что все, просрали, просрали СССР, проиграли, в 53-м году случилась контрреволюция, да, ты за один день не можешь отменить диктатуру пролетариата, тебе надо подготовить, тебе надо вычистить все субъекты внутри, ну не все субъекты, а большую часть лоялистов, многие лоялисты, которые были верны Сталину, они знаете, куда попереходили, ну мы так, скажем, до нас дошли некоторые слухи, они перешли в ЦРУ, они перешли, перешли в МИ-6, как это так, а вот так, а все стало понятно, враг моего врага, мой друг, стал автоматически, такое тоже было, там всякие колпакиди, которые тут тоже вроде как должен быть, ну давайте колпакиди, вот тут, F внизу, тут пусть ковыряется, поставим, он говорит, да не, не могло быть в разведке Пентагона наших коммунистов, конечно не могло, как после 53-го года, там, я мало того скажу, после, после смерти Сталина, там за какой-то определенный промежуток времени, с этим, с полным утверждением КГБ, так и у нас, нашей разведки не стало, наша разведка исчезла, в наших даже, в верхних структурах, КГБ было создано для того, чтобы уничтожить СССР, но так и никак иначе, а вы что думали, вот, Феликс Дзержинский, настолько гуманистом был, что капец, вот его книги читаешь, и читаешь про его жизнь, это, величайшее проявление среди всех большевиков того периода, гуманности, Ленин не настолько был гуманист, и даже Сталин, ну далеко им было до, у Феликса, ну почитайте, поймете, в общем, такой вот, весьма спорный плейлист, я понимаю, что он может раздражать глазик, что может как-то, он может не вполне выверен, да, и те невидимые персонажи, которые здесь тоже стоят, и мне тоже сложно было сказать, что это точно в Д, нет, это не в Д, не в Е, и то это тоже, наверное, неправильно, ну не то, что неправильно, не совсем точно, но самое главное, то, что в рейтинг С, пока что не добрался еще никто, надеемся, что туда кто-то доберется, кто-то, та группа тоже людей, может, это будет несколько человек, 13 самых лучших, да, из этих 13, десятина самых лучших, как описывает Платон, да, это же, и у нас в русском ведичестве тоже, да, десятинок, сотники, десятские, да, крут, у Платона тоже сотники описаны, десятские, десятские, десять главных жрецов, среди них один самый главный, он же жрец севера, почему, все верит, все ему верено, поэтому он жрец севера, сверивает все, именно он, он и есть жрец старший, а это не значит, что он прямо на севере сидит, север был по-русски великий, то, что сейчас мы называем севером, был когда-то великий, а юг был малый, малые России, можно писать, сундаковой сюда впихнуть, где-то в рейтинг Си, когда он там, там был девятов, это на Крамоле, по-моему, было девятов, по-моему, был Хазин, еще кто-то был, ну ладно, чуть-чуть выше, можно сюда сундакова, вот тут, под левое плечо Прохорову подставить, да, даже Хиневича, вот здесь, в рейтинг Е, запихнуть под Катасонова, со своим ведичеством, они тоже сюда могут пойти, как двигатели пролетарского движения, как никак, вот наш ютуб канал, вот он начинается, каждое видео со слова пролетарии всех стран соединяйтесь, потому что времени больше нету на что-то сказать, вот эти вот пролетарии всех стран соединяйтесь, затем погоняло из свободного масонства Киплинга, мы с тобой одной крови, действительно мы пролетарят, мы с тобой одной крови, это кровь нашей жопы общей, мало того, эта жопа теперь разделена еще из буржуи, мы все в одном дерьме катаемся, океаническом, который засирают в первую очередь в буржуе, представляете, как совпало, какие парадоксы жизни, то есть, сама объективная действительность, сама природа заставляет нас идти впрочь от классового общества, долой классы, долой это угнетение, и потом, самую главную я делаю обрезку, чтобы обрезать всех сумасшедших и недостойных, и психически невыдержанных, именем Перуна приветствую вас, именем Перуна, да, вот там Ленин лежит, вот этот Перун лежит, в мавзолее отдыхает, а Перун это еще что-то, Перун тот, кто хранил руны, а руны это что, древние знания, тайные знания, а тайные знания это что, это правильное построение мыслей, правильное применение законов, логики, правильное применение диомата, вот, и кто еще, и что это такое, Перун проявляется Перуницами, Перуницы это что, нервно-рефлекторные импульсы в нашем мозгу, ну не только, о как в жизни бывает, это Павлов уже открыл, там потом, как это так, а вот так это вот так, и кстати да, психология, ну мы у нас изучаем на нашем канале психологию, марксистскую психологию, в марксистском смысле слова, да, то есть впитавшую в себя всю предыдущую науку, она так и не развилась до, до законченной формы, я более чем уверен, что теплого как-то там, чики-брекин, и не стало теплого, на этом все, думаю, что вот в такой плейлист, на данный момент, ой, тирлист, подходит, нормально, кто хочет сюда кого добавить, добавляйте, я в комментариях могу согласиться, могу и не согласиться, может какие-то тоже ценные показатели, например, тоже ведут у сюда, внизу она там колпается, о том, что Прохоров на нее ссылался, очень хорошие показатели дала, как когда-то про Слюнькова она рассказывала, о всем этом дурдоме в госплане, который творился в СССР, это был дурдом, а не госплан, вот так, все, сила в пролетарской правде.